Всем привет! В эфире вновь Вотликс и Project 42, он же Проект 42. Сегодня мы расскажем о идее учебно-боевого ивента, который позволит многим игрокам повысить качество их игры, а некоторым справиться с задачами ЛБЗ, которые все никак не поддавались, возможно потому, что слишком редко попадают нужные карты. Учебно-практическая часть этой идеи состоит в том, что каждые выходные в игре проводится ивент, например, выходные с городскими картами, или выходные с закрытыми картами и картами сложного рельефа, а может быть и выходные смешанных карт с незначительным рельефом. По условиям этого ивента, каждый третий бой игрок попадает на карту из пула, заявленного для этих выходных. Игрок дополнительно может сократить количество карт в пуле на конкретные выходные, воспользовавшись функцией исключения нелюбимых карт. Таким образом, для некоторых пулов, таких как городские карты и открытые карты, количество выпадающих карт можно сократить вовсе до одной. Зато каждый третий бой у вас будет выпадать именно она. Для чего это нужно? Попадая на карту определенного типа, игрок начинает выполнять личную боевую задачу. Одну из. Таковые у него есть для любого класса и подкласса техники. А также для разных уровней у групп техники. С третьего по четвертый, с пятого по шестой, с седьмого по восьмой, с девятого по десятый уровни. Игроку не обязательно выполнять все задачи, достаточно выполнить те, что ему понравились, или просто те, которые выполнились автоматически. Задачи эти должны быть сложными и состоять из нескольких этапов. Если первые этапы может выполнить практически любой игрок, то для получения максимальной награды за максимальный уровень сложности надо действительно уметь хорошо играть. Ну, или воспользоваться помощью учебных видео, которые должны быть в рамках этого ивента доступны прямо в клиенте игры. В этих видео можно будет встретить подборки гайдов из разнообразных блогеров, разборы карт и общие советы по игре на тех или иных классах или подклассах техники. По итогам ивента каждую неделю игроки смогут получить различные награды, в том числе и накопительного типа, прогресс выполнения которых будет длиться все время проведения цикла учебных ивентов. Блогеры, чьи видео попадут в подборки для этого ивента, могли бы получить от администрации игры незначительную, но приятную финансовую поддержку. Кроме того, если их видео смотрели определенное количество раз и без перемоток, вполне вероятно, что они могли бы получить какую-то дополнительную финансовую поддержку. Естественно, все эти фиксированные суммы должны быть оговорены до начала ивента и до того, как к нему начнется подбор обучающих видео. Вы логично можете спросить, а как же та самая помощь в выполнении сложных задач ЛБЗ, которые все никак не поддавались, потому что не выпадали подходящие для этого карты. Например, задачи на насвет. Вы дожидаетесь выходных открытых карт. У вас есть Похоровка, Степи и Студзянки. Берете ЛТ и каждый третий бой у вас есть прекрасная возможность попытаться все же домучить свою задачу на легком танке. Или, например, вам нужно затанковать какое-то количество урона. Вы понимаете, какая техника у вас есть, какой тип карты подходит, на котором вы можете найти позицию, где можно танковать. Дожидаетесь нужных выходных, берете этот танк и вперед. Типологию боевых задач для учебно-боевого ивента мы уже разработали. По всем классам, под классом и уровням техники. Ну а в следующем видео, которое выйдет уже в эти выходные, мы представим вашему вниманию новый фан-режим, который мог бы появиться в игре через некоторое время. Я не буду сейчас спойлерить, что это за фан-режим. В выходные увидите сами. Ну а на этом все. До встречи в эфире. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии, лайки, дизлайки, подписывайтесь на каналы. Все это только приветствуется. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok